Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фиберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Итак, поехали! Давайте начнем с серии дома. Вообще все по порядку. Очень много пустышек накопилось. Так, у нас здесь с вами кондиционер. Один из моих любимых. Это Органа 118-54. Четыре классные ароматы. Вот взяла последний раз пион, меня от него тошнит. Вот фу, какую-то нотку там чувствую, и все. Взяла, потому что уже хочется чего-то новенького, а Фиберлик что-то новенькое все не выпускает и нет. Но Органа все-таки нет. Это один из любимейших, сильных ароматов на белье, которые практически можно ощущать до стирки, до следующей. Поэтому люблю, очень нравится. И сам аромат он очень приятный. Гель для стирки концентрированный, обновленный. Недавно обновили их, да, 308-42. В принципе, имеет место быть. Это у нас с вами для цветной одежды. Я им стирала все. Суперконцентрат. Нужно немного. Хватает на большое количество стирок. Но все-таки наш порошок я уважаю гораздо больше. Поэтому повторю, навряд ли. Но если опять только какой-нибудь перевыпуск не будет, чтобы потестировать. Концентрированный гель для мытья посуды, ароматное яблоко. Он 0+, артикул 394. То есть, если есть малыши, то прям подходит идеально. Поэтому всегда беру такие. Хотя Крис уже далеко не малыш. Тогда у меня все равно малыш. И беру в основном всегда 0+. Они практически все 0+. Отстирывает. Отмывает до скрипа. Пенится отлично. Не разбавляю. Раньше разбавляла. 1 к 3. Тоже было все великолепно. Сейчас прям так наливаю в дозатор. И все супер. Все отлично. Хватает очень надолго. Дешевле и качественнее не найти. Порошок. Это альпийские луга. Артикул 322. Альпийские луга или горная свежесть. Беру постоянно. 800 грамм. Приравнивается к 3 килограммам обычного. Мощный. С оптическим отбеливателем. Безопасный. Подходит аллергикам, астматикам. Тоже с рождения Крис-тира. Никаких нареканий нет. Хватает тоже надолго. Если барабан не полная загрузка, то пол ложечки сыплю. Если, допустим, темная одежда или одежда без пятен, тоже всегда пол ложечки сыплю. Когда нужно что-то помощнее, белая одежда, пятна, тогда целиком с горкой ложку сыплю. Все астетирует прекрасно. Ну, практически все, потому что пятен много бывает сложных, в котором нужна дополнительная обработка. Детская бумага влажная. Вот такая вот артикул 304.01. У меня Ксюшка ее любит. Она прям ее обожает. 40 листов. Она смываемая. Поэтому периодически беру. Имеет место быть. Так, дальше гель для очищения туалета. Больше не беру. Не потому что он плохой, а потому что артикул 302.92. Сейчас средством для ванной с эффектом белизны обрабатываю и туалет, и ванну. Одно средство на все времена, как говорится. Я купила тоже Фаберлик вот этот распылитель. Накручиваю, распылила, ушла на 5 минут. Пришла, смыла, все идеально чисто. Поэтому не вижу смысла много банок в доме держать. А так гель мощный. Он действительно справляется с такими даже прям агрессивными загрязнениями. Паравра расслабляющая маска для глаз. Из новиночек. Артикул 910.105. Девочки, на нее есть отдельный ролик. Обязательно попробуйте, кто не смотрел, посмотрите. Это прям что-то с чем-то. Это такой релакс для глазок. Это так комфортно. Это такое приятное тепло. Но вообще великолепная продукция. Смешные деньги. Вот так вот себя побаловать после тяжелого трудового рабочего дня. В конце дня вот такую масочку на глазки 20 минут полежать. Это невероятный как. Вот когда ее снимаешь, сразу свежий взгляд. Глазки отдохнувшие. Как-то мешочки. Разглаживается. Ну, очень комфортно и очень приятно. Вот просто даже за один релакс, если бы не было больше никакого эффекта, я бы ее взяла. Еще из серии дома один из моих любимых кондиционеров. Это Sensitive. 118.56 артикул. Он тоже 0+. И у него уже отдушка поделикатнее. И мне кажется, тут в принципе ее любят все. Если органа она на любителя, то здесь зайти должно всем. Она нежная, еле уловимая. Такая цветочная. Ну, слегка парфюмерная. Цветочки, зелень, свежесть на белье. Она совсем такая минимальная, легкая, деликатная. Поэтому вот это любимчик. И он делает белье самым мягким. Из всех кондиционеров. Не только Фаберлика, в принципе, из всех, которые я пробовала. Дальше, девчонки, моющее средство для детской комнаты и ванной из линейки Ума. 305.19 артикул. Обязательно присмотритесь. 0+. С ионами серебра. Вообще великолепная серия. Великолепная. Рассказывала тоже девчонкам. Ролик короткий делала. Вот помыла с ним полы, помыла с ним на кухне, поверхности, в комнате тоже. И какой-то вот аромат нереальной чистоты, какой-то стерильности сразу. Безумно крутой аромат. Он не сильный. Его практически нет, я бы сказала. Его практически нет. Но когда вы с вот этим средством все помоете, вот прям аура какая-то в доме, такая чистоты. Легкий-легкий отголосок все-таки присутствует. И моет, кстати, тоже очень классно, просто супер. Поэтому вот обязательно возьмите на пробу. Цена вы просто тоже ни о чем. 2D и ZKA есть по поводу них, что сказать у меня сейчас. Так, женский. Оба женские. И зеленый, и розовый. Так, зелененький. 0,576. Здесь, ну не совсем зеленая душка, но она приятная. Вот самый приятный, на мой взгляд, розовый. Ой, господи. Нет. А вот сейчас розовый понравился. Розовый напоминает Дионика десторант с эффектом пудры. Вот по запаху вот этот 0,575. Вот сейчас мне почему-то розовый приятный. До этого был зеленый. Его и повторила. А теперь розовый хочу. Ну а дело в чем. Вот сейчас жара была. Я ими воспользовалась. И мало нет. Нет запаха, но есть под отделение. То есть вот в футболке гуляешь, и подмышки они такие влажные. Хотя у меня такого, в принципе, ни от одного десторанта не бывает. Я такой неподливый особенно человек. Но здесь нет. Подмышки были влажные, но запаха пота никакого не было. То есть вот так. И то, что здесь написано 48 часов, конечно, нет. От влаги подмышками не помогает. На лето это слабый вариант. Плюсом еще вот такое вот облако, которое просто бьет в нос и по всей квартире потом витает, когда вы его распыляете. Это тоже не очень приятный момент. Поэтому смотрите. На любителя. Кому-то понравится, кому-то нет. Недавно нашла у себя упаковку. Не знаю, есть они сейчас. Есть, наверное. Концентрированное средство от нареки, педлячайников и кофемашин. Здесь ампулы такие. Но она, на мой взгляд, слабовата. Допустим, та же лимонка и перкарбонат, они как-то помощнее. Но я допользовала. Немножечко чайник почистила. Артикул 302-59. Можно, конечно, и две ампулки налить на чайник. И тогда вообще все будет прекрасно. Но не самое мощное средство из тех, которые как бы есть. Гель для душа, лак, крем. Сейчас вот почему-то мне нравится именно лак, крем и другие никакие не хочу. Надоели вот эти все яркие парфюмерные от душки. Здесь у нас кокосик. Артикул 80-93. Он очень нежный. Он приятный. Он деликатный. Он сильно так в нос не пьющий. Эти гели для душа кожу не сушат. То есть, если вам обычные парфюмированные, там, бонжорно, бьюти кафе сушат, то обязательно попробуйте вот эти. Они не сушат. Но и пенятся они тоже плохо. Но я не критикую их за это. Мне хватает. Мне хватает пены. И всего вполне достаточно. Аквакраспре-освежитель воздуха. Цветочное облако. Приятная одушка. 303-28. Приятная одушка. Все прекрасно. Безопасный. Водный. Для животных. Для детей. И так далее. У меня вот сейчас Крис научилась пшикать все вот эти освежители. Поэтому очень круто, что здесь есть вот эта кнопочка. Я вот так вот делаю. И она такая. Ой, не пшикает. Поэтому у кого есть детки, вот такие штуки очень удобно. Потому что она прям их видит. Она их хватает. В ванной. Там еще где-то. Пенка. ICO. Артикул 0850. Одна из самых достойных пенок Фаберлик. Она действительно крутая. Она на лето подойдет. Она абсолютно не сушит. В то же время она делает кожу какой-то мягенькой. Такой ухоженной. Хорошенькой. Хорошо очищает. И макияж смывает. Вообще все пенки Фаберлик, по-моему, смывают макияж. Там гелия не все, а пенки все. Большой объем. Хороший состав. Кожа какая-то такая лоснящаяся. Но в то же время нет утяжеления, нет от нее жирного блеска никакого. Нет пересушивания. То есть вот такая вот золотая середина. За одно нажатие удобный формат выдает много пены. Поэтому ее люблю и частенько повторяю. Пена классная. Гель для душа еще зимний вариант. Девчонки, у нас все запасы достаются. Достаются 2942 лимонный мармелад. Они есть сейчас на сайте. Если ваши детки любят вот такое побаловаться, то да. Действительно лимонный мармелад. У них у всех яркие, приятные отдушки. Хорошо пенится. Деткам весело, замечательно. Так, комплекс витаминов молекулярные БАДы. Мужской пропил у меня муж. Ничего не могу сказать. Если я по себе еще какие-то ощущения передать могу, то тут пропилы хорошо и слава богу. Периодически пропускаю. Но, тем не менее, артикул, тут они всегда так мелко пишут, 15703. Это комплекс до 40. Да, по-моему, если не ошибаюсь. Да, комплекс до 40. Ну, вообще у этих БАДов хороший состав. Поэтому хорошо. Все отлично, все нормально. Так, дальше поехали. Интимка. Любимая моя интимка Фаберлик из серии Эксперт Фарма с крестиком. Артикул 1640. Здесь 200 мл. Переливаю ее во флакончик из-под стородомора, потому что там дозатор. Так мне удобней. Она гипоаллергенная тоже. Здесь практически нет отдушки. Она с молочной кислотой. Я сейчас наховарю тут. Уже в голове все придумалось. Да, с молочной кислотой. В общем, все нормально. Она очень деликатная. Никакого раздражения. Все отлично. Никакой сухости. Нареканий нет. Поэтому ее повторяю. Спрей Dream Therapy. Вот мне кажется, когда мы с Ксюхой набрали последний запас, что изменилась отдушка. Он стал немножко другой. И мне вот здесь есть какая-то противная нота. Вот до этого прям была лаванда, нежность, вечер, красота, звезды и так далее. Ассоциации. Здесь какая-то противная тушка, медовая что ли появилась. Я не пойму. Но она изменилась. Вот, девчонки, кто берет их на постоянной основе, напишите, как вам. У меня Ксюшка распыляет перед сном. Она уже привыкла. Ей постоянно надо, чтобы несколько штук было в запасе. Но вот когда пришла последняя партия, она сначала тоже такая, фу, мам, не то. Но потом вроде как привыкли, вроде как то на финише. Но нет, что-то они изменили. 25-59 артикул. Здесь нотонин, он расслабляет. Он действительно расслабляет. Я прям гарантирую это. Потому что на себе убедилась не раз. Так, из детской линейки у нас с вами 3+, детский шампунь, гель для душа. Использовали как пену для ванны, и как шампунь, и как гель для душа. 28-24. Нормальная такая веселая серия. Ничего плохого сказать про нее не могу. Она мне, кстати, нравится даже больше, чем техникиц. А душка классная. Есть папайя, по-моему, если не ошибаюсь. Манго и папайя, наверное, что-то такое. В общем, экзотические фруктики. Пахнет прикольный, цвет прикольный. Упаковка яркая, детям весело. На подарочек, так на день рождения, идете к детям. Тоже купить классно. Так, хлорелла и спирулина. Я пропила 157-57 артикул. Великолепный бат, который нужен практически всем. Не буду вдаваться в подробности. Кому интересно, погуглите. Видите, хлорелла для чего нужна, спирулина для чего нужна. Пропила. Пила по 3 штуки в день. Поэтому пила очень долго. Я прям по 3 в завтрак. Я тут не дозировала, как написано. Мне так хотелось. Хотя здесь по 6 порций в день. Но я считала, что мне хватит по 3. Заметила в этот период, что волосы стали лучше, что они стали быстрее расти. Вот что заметила. Но в целом состояние кожи, организма тоже. Все отлично, все нормально. Как-нибудь повторю. Я просто такие долгие бады. Не люблю их там 200 штук. И я прям такие долгие бады. Мне хочется уже, чтобы он быстрее закончился. Чтобы попить что-то еще другое. А вон все никак не кончается. Омега хит умывалочка. Артикул 67-39. Очень классная умывалка. Присмотрите. Сейчас на лето подойдет. Очищает великолепно. Макияж смывает неплохо. Кожа после нее прям скрипит. Чистая очень. Не пересушивает. Не утяжеляет. Вот тоже золотая середина. Очень хорошая бюджетная умывалка. Девчонки, обязательно обратите на нее свое внимание. Так, детская паста. У меня их Ксюха все время так выдавливает, что они и на пасту уже не похожи. Это Ума 3+. У нас с вами... С чем она тут? Господи, с бананом. Крис не стала ей чистить. Ксюшка у меня дочистила. Ну, все нормально в принципе. Ну, а вот пасты мне наоборот в линейке Технокит нравились больше. Вот они моментально убирали на лед. Вот в этом плане вот эти как-то послабей. Хотя и там 3+. Она прям хороша была. Так, вот такие пасты. Экстра свежесть. Артикул 22-45. Понравилась. Вы знаете, вот эта серия паст, она хоть стоит копейки. За 70 рублей можно по скидкам взять. Но она мне чувствительность не повышает. А вот серия Эксперт Фарма повышает. Поэтому чистили, все нормально. Лед удаляет в течение дня. Он не образовывается снова на сутках. Значит, паст работает. Все нормально. Почему бы нет? Периодически беру для разнообразия. Так, Green Karma. У меня закончился дневной крем. Еще с того года, девчонки, стоят 66-74 артикул. Легкие кремы. Ну, хотя начну не очень легкие. Такие достаточно легкие. Но я их ощущаю на лице. То есть мне не совсем комфортно. Вот я их ощущаю. Они легкие. Они жирности нет. Пленки нет. Но все равно я их как-то вот ощущаю. Поэтому мне не очень понравилось. Я точно не повторю. Я доиспользовала вот эти кремы. Дневной и ночной. Как маски. Плотным слоем на лицо. Потом спонжем удаляю. И эффект вот классный. Потому что стоят уже с того года. И вообще в использовании много. Но состав достойный. Они прям позиционируются как натуральная косметика. Поэтому, если есть желание, надо попробовать. Дигидрокверцетин. С А, С и Е. Вот сегодня буквально в свой чат кидала ролик про дигидрокверцетин. Это уникальная штука. Очень классная. Очень полезная. Некоторые говорят, что даже обладает каким-то противораковым действием. На химиотерапию ее даже назначают. Слышала. 157,90 я вам сказала. Артикул. Пропила баночку. Ничего не могу сказать. Опять же, вот пропила и пропила. Все хорошо. Все отлично. Вообще на постоянной основе. Такие штуки пить очень хорошо. Так, дальше у нас с вами серия карбокситерапия. Все три шага. Первые два шага продаются отдельно. Маска отдельно. Первые два шага 0,294. Маска 0,295. Мне нравится применять вкупе. Вот без маски мне как-то вот не то. Любую другую нанесу. Нет, не то. А вот эта маска вместе с первыми двумя шагами, она дает потрясающий результат. Что это? Это хорошее очищение кожи. Осветление. Легкое. Возможно, борьба с пигментацией, если делать курсом прямо через день. Выравнивание тона, увлажнение, упругость. Можно делать летом. Очень интересная система. Я ее люблю. У меня еще одна штука есть в запасе. Я в свое время по срокам годности набрала, прям много-много. И пусть он уже прошел, работает все на ура. Дальше мыло. Мыло питательное из серии La Creme с миндальным молочком. 2873 артикула. Действительно пахнет миндалем. Такая приятная, еле уловимая душка. Руки не сушит. У меня сейчас дозаторы и на кухне, и ванной для мыла, которые вспенивают его. Я половину тюбика наливаю в один дозатор полулитровый, половину в другой, разбавляю пополам с водой. И выдается классная пена. И мы пенкой полюбили мыть руки. Мы так делаем. Поэтому мне вот этой бутылки теперь вообще хватает надолго. Баночки. Расход минимальный. Ручки не сушит. Пахнет приятно. Все отлично. Венотоник сейчас активно использую. Потому что много гуляем. Ноги к концу дня гудят. И уже не к концу, а к середине. 17.33 артикул. Действительно облегчает состояние. Прохладушка такая легкая. Ножкам становится легко. Я прямо из ступни и все ноги прям вот вечером смазываю. Прям легко, хорошо еще. Если их наверх затрать, на стенку, там куда-то, да. Венозный отток будет, да. Вместе с венотоником. Прям вообще по кайфу. Через 10 минут встаешь, можно опять дальше бежать. Так, дальше. Витаминная сыворотка. Куркума. 28.59 артикул. Куркума на данный момент, мне кажется, является самой любимой моей серией Фаберлик. Вот у нас, кстати, еще крем для век тут рядом. 28.58. Но не вот эти два средства, а ночной крем. Дневной он тоже хорош, но он не тяжеловат. Я хочу его, но без СПФ. Сыворотка тоже обалденная. Крем для глаз тоже обалденный. Но я люблю один продукт на все лицо. Поэтому вот восторг именно у меня вызвал ночной крем. Вот он просто великолепный. Когда ты с утра встаешь, у тебя ровный тон, трогаешь кожу, а она просто как бархат. Вот просто великолепное средство. Прям рекомендую. Она не сильно дорогая. И акции на нее бывают. Надо попробовать. Так, мои хорошие. Все. Не, не все. Еще две баночки у нас с вами. Первая баночка это скраб. Сейчас они бывают на распродаже. Кретру. 27.90. Тонизирующий скраб. Антицеллюлитный. Он классный. Он немножечко, знаете, так холодит в процессе использования вот такого цвета. Много мелких частичек. Он очень густой. То есть прям надо хорошо влажное тело его и скрабировать. И он еще в процессе мылится. То есть не обязательно перед скрабированием принимать тушь. Это все можно сделать одновременно. Грубо говоря, он мылится. Он хорошо отшелушивает. Хорошо скрабирует. Работает. Работает скраб. Поэтому почему бы нет. Банка достаточно большая. Хватает. Но мне здесь раз на 6-8. Смотря как разойдусь. Так. Патчи One Week Miracle. Артикул которых не скажу. По ВИП-программе их брать выгодно с 70% скидкой. Они узенькие. Это их минус. Сыворотки много. Хотя сегодня девочки в Телеграм буквально написали, что сыворотка на ней. Нет. У меня много. А девочки написали лайфхак, что можно банку перевернуть вверх дном. И тогда сыворотка будет стекать, когда вы будете доставать их, как я допустим из холодильника. Открываем. И верхние у нас все в сыворотке. Они узкие. Самые узкие патчи, которые я когда-либо пробовала. Но не работают. Я от них вижу эффект. Увлажнение и разглаживание. Я прям когда этот узенький патч отлепляю. Я вижу, что вот здесь вот прям кожа идеально ровная. Вижу даже этот барьер. Работают. То, что они сползают, сползают все патчи. Практически все. Практически. Можно об тыльную сторону ладони его промокнуть и надеть. Можно просто два раза поправить и ходить делать дела. А по хорошему надо лежать в патчах, а не ходить. Ничего не будет сползать, и эффект будет еще лучше. Так, а теперь точно все. Вот такое количество пустышек в этот раз у меня скопилось. Ссылка для регистрации всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Буду вам помогать. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok